Начинаю тогда запуск трансляции и мы в эфире. Ребята, сразу напишите, как слышно, как видно наш черный экран. Сразу хочу сказать всем привет. С вами сегодня Иван Смирнов и Александр Труфанов. Привет, всем привет. Мы сегодня собрались... Да, привет, Саша. Мы сегодня собрались... Да, ребят, пишут, что темный экран. Да, это такой интриг. Да, мы решили устроить темную тему концепт-арта. В общем, говорят, не видно. Мы решили в таком ненапряжном формате собраться и поговорить на тему концепт-арта. Было много сказано. Тема важная, актуальная, поэтому можно сказать какие-то вещи еще раз, поговорить подробнее. Но если что, если будете слушать фоном, ничего не потеряете. То есть у нас некоторые слайды заготовлены в качестве примеров. Но в основном здесь больше про поболтать. В процессе можете задавать вопросы всякие. Мы постараемся, если что, ответы на ваши вопросы вплетать в обсуждение разговоров. Постараемся сделать его максимально живым. Ну и можем начинать, Саша. Давайте что-нибудь уже покажем, ребята. Да. Еще раз здравствуйте. Вот. Спасибо, Ваня, что позвал. Вообще интересно поговорить на эту тему. Собственно, Ваню представлять, я думаю, не надо. Всем. Вот. Если кто не в курсе, я так по плану чуть-чуть о себе расскажу. Меня зовут Александр, да. И я работаю в игровой индустрии с 2010 года. Работал в таких компаниях, как Game Insight, Mal.ru. Немножко в фильмах. В фильме продакшене поработал полгода. Да, если вы смотрите российские сериалы, вы, возможно, меня в титрах даже видели. И на контрактной основе работал с такими ребятами, как Ubisoft, Epic Games. Даже Gunfire Studio был. Вот. Ну, и еще определенные ребят, назвать которых я не могу, к сожалению. А очень хочется. Вот. Ну, на данной момента. Прости, что перебиваю. Можно очень быстро, но как-то пробежимся. А где ты, чем занимался? Еще, кстати, ребята вышли, что меня немножко тихо слышно. Слушай, это я... Короче, я боюсь, что сейчас все сломаю. В общем, вы мне скажите, где что-то покрутить, я могу. Я в этом не очень понимаю. У меня все на максимум. В источниках? Да, если вытащишь EBS-ку, я могу тебе подсказать. Там в источниках ты, вот там, где мой ползунок... Настройки? Ну, сейчас. А, я понял. Там, где бегает мой ползунок звука, ты можешь нажать на шестеренку, фильтры и добавить усиление. Вот, сейчас сделаем. И то, чтобы, когда я буду говорить, чтобы мой ползунок громкости... И что, еще? И со сколько его увеличить? На 5 дециделок? Не знаю, чтобы он в желтую зону заходил и немножечко до красной. Ну, давай попробуем. Вот, чтобы я не слишком громким был. Ну, то есть, если буду сильно громким, там потом просто... Вот сейчас уже, по идее, ты громче должен говорить. Вот пусть... Я думаю, что да. Да, да. Там задержка идет, пока ладно. Вот, а второй момент. Я бы хотел быстро пробежаться, а чем ты где занимался? Ну, просто, я считаю, что важный момент, как бы тебя по-нормальному представить. Вот, если кто-то, ребят, не в курсе в чате, кто такой Саша Туфанов, мы с ним много где вместе работали. Саша мастодонт очень много всего сделал, очень много над чем поработал. Сам Ким Джунги говорил Саше, что, типа, чел, ты круц, я на тебя подписан. Хорошо, камеры нет, ты меня засмущал просто. Мне кажется, есть о чем рассказать. Хорошо, давайте. Да, я, честно говоря, не очень люблю это, но ладно. Моя карьера началась с того, что по окончании института в 2010 году я чудом. Это было чудо и ничто иное. Не мои скиллы, ни в коем случае это было чудо. Меня взяли в небольшую компанию, она уже не существует, она тогда называлась Mental Games. И мы занимались тем, что издавали китайские игры на территории России. Меня взяли туда как штатного художника, и в мои обязанности ходило по большей части рисовать баннеры, рисовать кнопочки на сайт, ну и, собственно, сами сайты. И какое-то время я этим и занимался. По ходу дела мы немножко расширялись, нанимали новых людей. В штате начинали появляться действительно опытные художники. Мы поглядывали в сторону уже собственной разработки компьютерных игр. Там я, например, успел поработать с такими классными художниками. Ну, они тоже там работали. Костя Майстренко, Ваня Кашуба, Игорь Булыкин. Потом еще Татьяна Киргетова работала. Ну, в общем, эти ребята уже были опытные на тот момент, когда пришли. Я-то вообще совсем был зеленым. Но потихоньку-потихоньку меня переключили на рисование концептов. Плюс уже сформировавшийся специалист вокруг создали некую, ну, такую комфортную зону для просто. В таком ключе какое-то время проработал. Потом все посыпалось. Начались массовые сокращения. И я устроился в Mail.ru, в Alot Steam. То есть, меня взяли туда, на Skyforge. Вот. На Skyforge я проработал где-то то ли чуть меньше, то ли чуть больше. Код, я точно не помню. Было очень сложно. Вот. Я прям, скажем, местами страдал. Ваня подтвердит. Вот. Какой-то школы жизни. Да, да. В какой-то момент я решил, что что-то хватит страдать. Надо как-то это отдохнуть. И, в общем, возникло достаточно интересное предложение из Game Insight, куда я и перешел. В Game Insight я проработал 6 лет. Собственно, если до этого я занимался концептом, то в Game Insight я во второй половине этих 6 лет начал лидить арт-отдел. Вести, ну, много проектов было, которые там постепенно замораживались. Куча-куча-куча артов сделано. Показывать их нельзя. Все в стол. Собственно, проработав 6 лет, я, ну, такой, решил, что, ну, что-то надо куда-то дальше двигаться. Что-то уже начинал, моя профессиональная жизнь начинала, ну, как-то застоялась. Я решил дать какой-то свежей струи и устроился в Dagger Crown к моему другу Косте, как, ну, как арт-директор. Вот. К слову, Костя сейчас... Костя сейчас... Вот, художник на Diablo 4? Это старая информация. А старая информация, да? Костя сейчас в Riot Games. А, ну, все течет сильнее. Да, да, да. Ну, можете зайти на ArtStation, у него там подписано, где он, или на LinkedIn, по-моему, да, он обновлял. Вот. Собственно, в рамках Dagger Crown это тоже где-то год удаленной работы. Ну, мы поработали там с тем же Gunfire. Ну, Gunfire Games, по-моему, от студии. Ну, в общем, Remnant, проект Remnant. Был еще много Unsung Story, кстати. Может быть, на одно время на ArtStation им мелькали классные концепты от Лены. И вот, да, я помогал их делать. И, ну, еще то, что нельзя называть, короче, по договору, так что простите. Да, у всех есть. Да. Потом я решил перебраться в офис, дома стало скучновато. И меня моя хорошая знакомая, Женя, да, пригласила в студию 123 Production, где занимались разработкой концептов для российских фильмов и сериалов. Вот. Я там провел очень продуктивные полгода, продуктивный в плане обучения, познание специфики производства, да, вот этого арта. Подтянул где-то даже 3D, Фотобаш. Большое спасибо всем, кто меня терпел. Вот. А потом, когда в разгар пандемии, я решил уже... Ну, я реально соскучился по геймдеву. То есть, несмотря на то, что интересно работать над фильмами и сериалами, мне... Я все-таки геймдев ближе, я решил возвращаться к геймдеву. И тогда у меня было два направления. То есть, либо Blizzard копать, либо пришло из ребят, из Allcat Games, на... Тогда еще не анонсировал новый проект. Но теперь-то это проект мы уже анонсировали. Это Warhammer Rock Trader. Ну, то есть... Где ты работаешь, а в директор? Сейчас, да. То есть, меня пригласили, Ардерилл, возможно, уже знает. Ну, и параллельно, конечно, были там заказики, и TZ Epic Games. На Fortnite я один сет делал. Но он уже старенький, 18-го года, или даже 16-го, я не помню. Он, ну, то есть, сейчас там уже немного все по-другому. Даже были какие-то казуальные вещи на Ubisoft Montreal. Там... Hungry Dragons, по-моему, проект. Такой прям супер-супер-мобилка. Вот. Что еще было-то? Там для одних ребят концепты на миниатюрке рисовал. Вот этот последний был фриланс. Были еще там работа над анимационным сериалом. Тоже как концепт-художник. Ну, в общем, так. Я обычно стараюсь не брать, старое не заказывать. Тяжеловато. Но вот такой опыт. Иногда они такие интересные, что сложно отказаться. Да, согласен. Давай двигаться дальше. Я думаю, что сейчас подробно прибежались. И ребята уже могли составить... Ну, преподавательский опыт в рамках Смирнова. Я с 2015-го года, да, когда ты меня пригласил. Референсы Art Level 1, Level 2 Pro. Ничего какого-то секретного. Лабуси было. Да. Собственно, вот такой красивый слайд с ArtStation выдрал. Мне нравится. Да, если что, ребята, наверное, могут задаваться вопросом. Ссылочку на Сашин портфель я скинул, ну, как я ее добавил, в описании к стриму. Сможете найти. Вот. Там много всего. В основном, если я не путаю, Саша, поправь меня, большая часть того, что в галерее выложено, это то, что ты в среднем делаешь... Ну, то есть, что ты каждый день делаешь по одной единице контента. Да, можно сказать, что на 95% из ArtStation из этого и состоит. Но мне просто больше нечего показывать. Ну да, то есть все остальное как-то по проектной... Либо, да, либо... Ну, я, например, сейчас очень малый, если вообще почти контента... Ну, по работе не произвожу. Там больше работа более высокого порядка. Типа тутеры, анализы, стилистики, фидбэки. Да, то есть не такой интересный, как красочные, красивые картинки. Ну, хотя не менее полезные для проекта, на самом деле. Вот. Да, так получилось немножко про себя. Надеюсь, кто был не в курсе, чуть-чуть в курсе теперь. Ну, а сегодня мы хотели поговорить про концепт, но не как его делать, потому что уже много чего сказано и статей до хрена в интернете вырвалось. Мы хотели поговорить про такие штуки, как разница в подходах. Ну, то есть, AAA, mid-core, casual. То есть, чем они между собой отличаются и в целом, как там работается, да? Давай, я правильно понял. Да. Но прежде чем приступить, я предлагаю вот про... Все-таки про концепт чуть-чуть поговорить, чтобы было чуть понятнее. Создать контекст, так сказать. Мне кажется, это не лишнее. Ну, потому что, сколько бы про это ни говорили, всегда, скажем так, будет полезно повторить. Мне кажется. Ты как думаешь? Угу. То есть... Да. Да, вот. То есть, смотрите. Когда мы говорим про концепт-дизайн, то важно понимать, что концепт-дизайн, он там, где есть проблема. Потому что сам по себе концепт-дизайн это решение проблемы. То есть, если мы смотрим на картинку просто как на искусство, то тут все сложнее. То есть, чтобы оценивать адекватно, да, концепт-дизайн, нужно правильно понимать контекст и понимать, какую проблему он решал. То есть, этот его бэк, ну, на мой взгляд, ну, не на мой, да... Возможно, больше пунктов можно сюда написать. Мне кажется, что три, они, ну, основополагающие. То есть, это, в первую очередь, собственно, контекст проекта. Ну, условно, игра, фильм или анимационный... Анимационный фильм, да, или мультик. То есть, это, ну, то есть, специфики разные для производства концептов для, например, анимационного сериала или для фильма. Вот. Собственно, каждый проект проходит несколько стадий производства. И на каждой стадии производства, ну, арт выполняет определенные задачи. То есть, если мы говорим про этап пресерча, то, там, например, да, важна скорость и вариативность идеи. Когда, ну, не знаю, ищем монстра, да, например, нам нужно найти монстра, и у нас есть какие-то вводные, а может быть нет вводных. А тут 50 на 50. Все зависит, опять же, от многих факторов, да. Я бы здесь, прости, перебью. Я бы здесь привел бы, ну, возможно, парочку примеров, чтобы было, может быть, более понятно. Я думаю, что все, кто хотят заниматься концепт-дизайном, ну, и в целом рисовать персонажей, длительное время единицу контента, который они создают, персонажа, которого они рисуют, там, монстра или что-то еще, дизайн, который они создают, воспринимают как самоцель и ищут способы, как это сделать круче, потому что это самоцель. Во взрослом мире эта единица контента очень редко бывает самоцелью, потому что самоцелью является проект. Ну, то есть, как бы, это цель более высокого порядка. А концепт-дизайн является средством. То есть, создаваемый дизайн является средством достижения целей проекта. Поэтому хороший концепт или не очень концепт зависит не только от того, как он сам по себе выполнен, а в первую очередь от того, насколько хорошо и качественно он решает ту или иную задачу. То есть, в частности, насколько хорошо он решает цели проекта. И эти цели проекта могут быть очень сильно разные. Ну, то есть, они могут меняться кардинально противоположно. Ну да, если вам не нравится дизайн, это не значит, что он не решает свою задачу. Ну, например. Или наоборот. Типа, вроде классная картинка, но задачу не решает. Такие тонкости. Ты, Вань, продолжай. Извини, я тебя перебил. Ну, наверное, общую листью я высказал. Да, ты можешь, ты можешь. Да, смотрите. Контекст, этап разработки и цель проекта. Ну, то есть, цель проекта это, ну, то есть, рассказ истории. Или это какой-то фри-то-плей проект, построенный на монетизации постоянного потока ассетов. Либо это какой-то триплейный проект, восьмичасовая история. Это все тоже будет влиять на то, как разрабатывается арт. Да? Опять же, про стадии, которые я начал. Это поиск, этап поиска, он явно будет отличаться от этапа продакшена. Когда у вас найдено направление, и вы условно занимаетесь производством контента. Да, разной степени сложности в зависимости от проекта. И третий, ну, я, на мой взгляд, был бы логичнее подвыделить такой этап, как производство промо-материалов. Потому что штука важная, и основная ее функция продавать проект. То есть, готовить аудиторию либо к выходу проекта, либо подогревать интерес. Ну, в общем, маркетинговые цели. И, как правило, в таких штуках тоже, ну, то есть, можно видеть, да, там, разные подборки интересные, типа, классных работ. Особенно из фильмов, типа, концепты-концепты. Ну, на самом деле, задачи которых, они создавались не как концепты, а как промо-материалы. И может путаница возникнуть. Были такие случаи, по-моему, да, Вань? Когда люди, да, студенты приходят и думают, что вот это вот концепт. Ну, на самом деле, возможно и такое, да, там, опять же. Но если разделять на задачи, которые они выполняют, то мне кажется, на каждом этапе, то есть, арт, он выполняет, ну, типа, свою задачу одну. Ну, в целом, да. Ну, путаницы много, вероятно, как раз за счет, в том числе, того, что много проектов разных. И функция, соответственно, замороченность того или иного этапа немножко дрейфует, потому что где-то сделать чуть попроще, где-то сделать чуть посложнее. Но, да, вся суть концепт-арта — это проверка гипотез, в первую очередь, да, разработка дизайна, поиск решений — это проверка гипотез. И проверять гипотезы про Мартон — это очень дорого. Это было бы странно делать это. То есть, иногда для того, чтобы что-то финальное, может быть, отдать работу, да, оно и должно быть супер-мега проработанным. Это, там, то, что будет отдано, я не знаю, моделерам, костюмерам, там, еще кому-то, и оно там супер-мега детально, и прям, и чтобы еще и режиссер утвердил, поэтому сразу в финале, там, может получаться, ну, как-нибудь промо-арта. Но, скорее всего, все основные решения принимались чуть ранее, те, которые привели к этому результату. Да, и поэтому, я не знаю, как сейчас, но некоторое время назад, может быть, год или два, что не подборка, там, какая-нибудь по фильму. Ну, мне кажется, это еще какой-то тренд был называть весь визуальный контент, концепт артовым. Ты смотришь, и ты понимаешь, что, ну, типа, это не концепт, это не то, почему там работали художники по костюмам. Это определенно промо-материал. Хотя, типа, обозвали концептом, выкинули в сеть. У меня еще тогда от этого бомбило, потому что приходили студенты и говорили, что вот хочу такой концепт делать. Ну, блин, это не концепт. Вот. Я, да, вот такая фигня ж с этими делами. Вот, на мой взгляд, хороший пример из проекта Дюна, где с левой части расположены эскизные поиски, как раз костюмов, а в этой части уже прям вот под промо-материалы. То есть, определенно, мне кажется, между ними были какие-то промежуточные варианты, может быть, даже раскройки для художников по костюмам. То есть, это явно все не в CG рисовалось, а художники по костюмам это шили. Скорее всего, вот такие продакшн материалы здесь, да, определенно присутствовали. Может быть, они даже в интернете есть, я не наткнулся, так что прошу прощения. Вот. Но опять же, какой бы проект ни был, да, то есть, ААА, да, там, фильм или игра, или это какая-нибудь новелла для планшетов. То есть, дизайн и подход к дизайну, он зависит от многих факторов, но я сейчас, наверное, забегу вперед, но и в рамках ААА, и в рамках, там, casual направления можно заморачиваться или не заморачиваться насчет дизайна. Вот, например, я могу сказать и слышал из какого-то подкаста недавно про киноиндустрию, и что проблема в том, что очень маленькие сроки производства, нужно все очень быстро. И вчера, и у художника, художники жаловались, что очень мало времени на разработку, и чуть ли не доходит не до того, что в работу берут, там, не первые варианты. То есть, опять же, не буду говорить за всю индустрию, ни в коем случае кино, да, я, опять же, пересказываю то, что я услышал. Мне кажется, в этом есть что-то валидное. Как ты думаешь, Вань? Ну, у меня, на самом деле, тоже в карьере были такие моменты, когда я жаловался работодателю, что вы даете слишком мало времени на то, чтобы я сделал что-то чуть сложнее и чуть интереснее, чем то, что я могу нарисовать здесь и сейчас сходу, потому что времени даете ровно столько, чтобы вот я просто как бы зафигачил спидпейнт и начал фигачить следующее что-то. Но если вообще говорить про индустрию, мне кажется, это немаловажная составляющая как раз, что, опять же, крутость арта определяется не просто, что вот одной шкалой, тут круче, тут не круче, а все-таки есть цели и задачи проекта, есть такие вещи, как бизнес-модель, по которой проект делает, есть бюджет, по которому проект делается и в том числе есть сроки, в рамках которых проект делается. И история знает массу примеров проектов с большими бюджетами, которые не взлетали, и проектов с маленькими бюджетами, у которых арт, возможно, и не будоражил бы воображение уровнем продакшена, но человек, который, например, рулил такими проектами, сумел виртуозно распорядиться остатками ресурсов, которые были потрачены на предыдущих итерациях другими специалистами. Виртуозно распорядиться остатками ресурсов, чтобы из биомассы и палок собрать что-то, и это что-то оказывалось финансово успешным. Поэтому, естественно, мы, наверное, должны, если мы хотим быть профессионалами и работать в индустрии, мы должны широко смотреть на проблему, а не просто быть ребятами, которые... Я просто хочу делать что-то очень крутое, а все остальное меня просто не волнует. Потому что тогда мы начинаем заужать свой кругозор, и, скорее всего, мы много очень важных аспектов будем упускать, решая просто свои творческие индивидуальные потребности. Слушай, с примерами вообще ходить далеко не надо. Black Book выходила относительно недавно. Если кто играл, если кто не играл, посмотрите обязательно. Офигительный пример, как сделать крутой Art Direction в условиях супер-бюджетного проекта и мега-ограниченных ресурсов. На самом деле он там намного консистентнее... Ну, то есть он... Там целостность не ограничивается артом. Там на самом деле разные аспекты игры очень крутые, и он весь классно выстраивается в одну конву. Но вот мне очень запомнился. Очень минималистично, но в то же время, ну, типа, очень классно Art решает задачи, которые на него возложены там. Вот. В то же время можно, например, вспомнить Хейдес. Там Art уже явно дороже намного. Но в то же время тоже вроде как рогалик, да, Индепенденс разработка, но вот... Можно заморочиться. Поэтому... Тут точно, наверное, не стоит говорить, что... Ну, типа, казуалки, значит, рисовать там нечего, придумать нечего. Типа, все счастье в ААА. Мне кажется, в корне неверное заблуждение. Потому что, там, то, насколько глубоко копать можно там в арте, оно явно точно не зависит от типа сложностей проекта. Но, я думаю, мы сейчас об этом немножко тоже поговорим. Про разницу конкретно. Вот, да, еще парочка слайдов. Опять же из Дюны. И просто проект Spyro, на котором, да, там, Вань, собрались просто, ну, типа, крутаны стилизованные. Да, и тот же Crash. Хотя вроде как бы... Я думаю, что мы, да, вокруг этих двух слайдов, потом, если еще будут вопросы, можем много поплясать. Да? Потому что они показывают степень разнообразия решаемых задач на разных проектах. И, наверное, эти два слайда тоже нужно рассматривать как некий тизер того, что будет дальше. Именно разговора про разницу триплэя, стилизации, как бы хардкорности, мидкорности и казуальности. И, соответственно, разницы подходов, ну, я не знаю, как это, правды, вынослов, заблуждений. Ну, давай поясним немножко для зрителей, если кто не в курсе, да. По классификации триплэй проект, ну, типа, триплэй лычка, она обычно, типа, применяется проектом, у которых большие ресурсы. То есть это большие бюджеты, большие команды, большие возможности по маркетингу. В общем, типа, крупные игроки рынка, то есть, ну, это, то есть, да, по возможностям. Но в то же время, например, мидкор и кэжуал, они уже сепарируются не по деньгам, сколько по целям. То есть, мидкор это, я так понял, люди, у которых, которые раньше много играли, сейчас играют мало из-за отсутствия времени, но нежелания. Но они в то же время, там, да, готовы погружаться в какие-то механики. Ну, и обычно это такие проекты, например, как тот же Фортнайт, то есть, залез, покатал, там, парочку каток, вылез, там, пошел дальше заниматься своими делами. Можно, наверное, сказать про триплэй, что они, ну, мне кажется, триплэй, наверное, не стоит, типа, по целевую аудиторию подгонять, потому что там проекты с разной целевой аудиторией. Есть игры на восемь часов, как, ну, как ты сел, как будто фильм посмотрел, есть там на двести восемь часов, прям, вот, для хардкорных игроков. Поэтому я бы не сказал, что, типа, триплэй для определенной какой-то аудитории, мне кажется, от заядлых геймеров до домохозяек, наверное. То есть, тут в мидкор и кэжуал, они больше ориентированы на аудиторию, чем триплэй. То есть, в кэжуал там вообще получаются такие игры с очень низким уровнем вовлеченности, где, условно, там, уставшая мама-домохозяйка может, там, пособирать ферму или, там, поиграть в что-то в метро, шарики потыкать. Ну, да, тут действительно, так получается, что сейчас обычно триплэй ассоциируется в первую очередь с реализмом, хотя это в первую очередь действительно про бюджет, про возможности маркетинговые. Извините, я, извините, перебью. Кстати, я пока готовился, узнал, что Майнкрафт Денжинс классифицируется как триплэй игра. Ну, я так понял, ну, Майнкрафт Денжинс, она разрабатывалась, вот она, уже когда ее купил Майкрософт, ну, типа, ну, не знаю, если там не наврали, то вот у нее триплэй классификация, кстати. Ну, да, поэтому, мне кажется, что триплэй сейчас не является непосредственно определением того, что внутри игры, вот, скорее это такой щилдик, как блокбастер, правильно, то есть в это вложено очень много ресурсов, скорее вот что значит триплэй. Вот, а так игры, наверное, да, можно было бы поделить, ну, как бы, от хардкорность, мидкорность, казуальность, причем они тоже бывают разные. Потому что вот здесь у Саши один пример казуальных игр, причем где-то они даже на гиперказуальные смахивают. Вот, и видно, что они, ну, это на более, если так можно сказать, мужскую аудиторию, хотя там сейчас границы размываются. Вот, а есть такие же казуальные игры на более женскую аудиторию, соответственно, где немножко другие подходы к графике будут. Ну да, ну, там на самом деле, мне кажется, такие проекты, как Diablo Immortal, они эти границы начинают немного размывать. То есть, вроде как триплэй, ну, я думаю, можно, наверное, правильно, ну, так сказать, потому что деньги там вложены огромные. Да, но в то же время эта мобилка с механиками, ну, условно, поиграл в метро, доехал до станции и вышел. Ну, то есть, и что тут уже получается, там, триплэй это или это мидкор, а может быть, это кэжул, так как она, ну, то есть, доступна многим. Ну, то есть, мне кажется, тут уже границы подразмываются, да. Что ты думаешь? Ну, я насчет этого соглашусь, но если вообще рисовать карту вот этого всего, определенно, наверное, стоит различать разный тип геймплея, да, потому что где-то геймплей может быть более соревновательным или более наказывающим, а где-то геймплей может быть более медитативным, вот. Это, определенно, будут разные типы игр, да, есть игры, где очень сложно проиграть или нельзя проиграть, вот. Это один момент. Дальше это тематики игр, ну, то есть, естественно, все зависит от аудитории, у разных аудиторий разной потребности, да, но, определенно, игра про рыцарей и орков и игра про свой цветочный магазинчик, несмотря на то, что они могут быть по графике выполнены в идентичном стиле, с идентичной замороченностью, ну, то есть, одни и те же художники будут над ними работать, одна будет считаться более медкорной, просто за счет тематики и аудитории, вот, а другая будет считаться более казуальной, опять же, за счет тематики и аудитории. При этом, там, уровень рендера и уровень, там, стилизации примерно может быть одинаковым. Так, ну, да, вот, то есть, разные классификации, ну, это все замечательно, а как же, ну, то есть, а как влияет на производство арта все это, ну, то, что самое-то интересное, что нас интересует, вот, и тут, как мне кажется, стоит, ну, я выделил для себя три направления важных, возможно, кто-то выделит больше, может быть, кто-то меньше. В первую очередь, это ресурсы, ну, то есть, что подразумевается под ресурсами? Финансы, деньги, бюджеты, которые выделены на проект, то есть, он точно напрямую влияет на арт-дизайн, потому что, допустим, у вас есть возможность нанять команду из 20 художников, а не, например, из двух, и ваши бюджеты расписаны, то есть, настолько, что позволяют вам, например, на один концепт тратить неделю, да, то есть, а не два дня, то есть, два художника на ассет два дня, либо 20 художников, там, каждый пилит по неделе, понятное дело, что качество на выходе, оно, ну, типа, будет влиять. Ну, или, например, можно взять, к примеру, в вакууме, знаете, такой один и тот же проект, например, игра X и игра X1, и игре X мы даем, там, например, бюджет в 10 единиц, а игре X1, там, 100 единиц, и при условии, что задача на выходе, ну, как бы, решается одна и та же. То есть, на мой взгляд, арт там, где бюджета больше, будет лучше. Ну, его будет, он будет, как бы, и количественней, и качественней, на мой взгляд, да, то есть художники смогут себе позволить, там, не жалеть пикселей или, там, полигончиков модельки, концептеры будут рисовать все это подробней, в игре появятся материалы, хотя, может быть, они там и не нужны, в то же время, когда в первой игре, ну, условно, люди будут вынуждены ограничиваться как-то более скромно. То есть, на самом деле, здесь вот вся эта история, это, она про многомерные весы, это не просто, что на одной чаше весов одно, а на другой другое, вот. Ну, то есть, более высокий бюджет, это не обязательно сразу увеличение, там, полигонов и многих вещей, ну, потому что есть еще, действительно, здесь целевая аудитория, которая, ну, зачастую не зависит от бюджета. Вот, если проект делается на их машины, то, ну, то есть, это не значит, что большой бюджет – это сразу самая навороченная графика, потому что, если вы делаете на самое ходовое железо, которое есть, там, у 90%, ну, то есть, что игра должна запуститься у 90% аудитории, да, а у этих 90% аудитории, у половины, там, компьютеры трехлетней давности, там, у кого-то пятилетней давности, например. Вот, здесь, поэтому факторов, которые повлияют в итоге на арт, их действительно очень-очень много. Вот, геймдизайн, безусловно, повлияет. Но еще, наверное, немаловажная вещь – это тоже не только бюджет сам выделяемый, потому что, естественно, бюджет очень важен, но еще и есть бизнес-модель. Потому что, если вы выпускаете игру, которую вы один раз продали, и все, то, значит, вы весь бюджет должны потратить на нее на старте. И сделать, ну, у вас одна попытка, условно. То есть, нужно изначально сделать максимально хорошо, вот, и потом оно должно продастся. Вот, поэтому такие игры, им по своей природе, им нужно быть блокбастерами. Они должны очень хорошо продаваться. Вот, а если игра мультиплеерная, и, может быть, там, фритуплейная, в которую можно играть долго, то, например, на старте важна не настолько сложность контента, сколько количество и вариативность контента. Вот, и если игра, как гипотеза, себя оправдает, то впоследствии в игру могут вливаться большие ресурсы по мере того, как игра будет зарабатывать. Ну, то есть, чем больше игра зарабатывает, тем больше в нее ресурсов будет вливаться. То есть, этого не смогут себе позволить разработчики, я не знаю, там, третьего ведьмака. Ну, то есть, они его продали, они не могут его активно улучшать. Ну, то есть, они могут там, конечно, баги фиксить, что-то еще, DLC выпускать, но это не то же самое. Ну, кстати, обрати внимание, типа, все потенциальные долгоиграющие проекты, они выходили или выходят со стилизацией. То есть, потому что, если делать игру со стремлением к реализму, она рано или поздно технологически устареет. Но стилизация, это то, что, ну, я не побоюсь этого заявления, она может сделать с точки зрения артовой технологии игру бессмертной. То есть, она никогда не устареет и будет выглядеть самобытно. Ну, возьмем, к примеру, там, например, Героев 3, да, то есть, когда она вышла, да, ей прикрутили HD-мод, типа, она запускается на широкоформатных экранах, ну, как бы, этого достаточно. Она смотрится очень хорошо. Но в то же время, можно вспомнить шутеры, там, 2000-х годов, которые, типа, стремились к реализму, но сейчас они смотрятся... Чем без слесну, скажем так. Да, да. То есть, вот, опять же, почему все это завязано, да, там, и почему... И, казалось бы, при чем здесь арт, да? Ну, потому что арт — это прямое следствие вот этих комбинаций. То есть, а какая камера в вашей игре, там, можно ли заглянуть за спину персонажу, или вы все время проводите в зометрии? Если вы все время проводите в зометрии, тогда спрашивается вопрос, зачем тратить много ресурсов, например, на нижнюю часть персонажа, да? Или если у нас персонаж, там, те же гирьки войны, да? Когда у тебя, там, 99% времени персонажа под экраном, причем достаточно близко, ну, тебе волей-неволей надо вкладываться в то, чтобы он выглядел классно, вкусно. То есть, полигонаж, текстуры, детали, вот. Я помню, рассказываю историю, как Кратоса для God of War делали там полгода его скульптили, по-моему. Доводили до идеала. Вот прямой... Хороший пример, на самом деле, того, когда ресурсов много. То есть, ну, реально вы можете полишить главного героя полгода. И мы говорим только про скульптинг. Вот. Сейчас, ну, то есть, я мало... Мы игр знаю, где полгода делали главного героя. Ну, вернее, God of War единственное. Так что, да, на мой взгляд, вот эти три составляющие, они напрямую зависят, напрямую влияют, простите, на то, как будет организован подход к производству арта на проекте. И, в принципе, не важно, какой это проект. То есть, это казуальный мобильный проект, либо вы делаете какой-то mid-core проект, либо у вас independence разработка, и вы что-то свое пилите. То есть, это все будет влиять напрямую на то, как, что и в каком количестве и в какие сроки будут рисовать художники. Ну да. Но тут просто, не знаю, мне кажется, что вот можно, чтобы вот это все полирнуть, привести пару примеров. Ну, то есть, потому что, наверняка, у вас у всех есть свои представления о том, каким должен быть крутым арт. Но есть один пример со Спайдерменом и Маркусом Фениксом из Heroes of Lords, что это два кардинально разных персонажа по внешнему виду. Можно ли тогда сказать, что какой-то из них хороший, а какой-то из них плохой? Ведь подходы к дизайну у них очень сильно отличаются. Но каждый из них является идеальным решением под свою задачу, да? Спайдермен крутит эквилибристику, поэтому у него, поэтому это мужик в трико. И любое усложнение силуэта ухудшало бы его, ну, его, как бы, то, насколько он решает свою задачу. Вот. А Маркус Феникс — это здоровый мужик, который бегает медленно и в развалочках. Вот. И чтобы на него было нескучно смотреть, его густо посыпали детальками и повесили на него всяких элементов, которые там по физике могут болтаться. Вот. То есть два, две абсолютно разные задачи, два абсолютно разных решения. Вот. Это, как бы, один пример. Другой пример. Вы можете сказать, что, ну, ведь арт все равно должен быть максимально крутым. Во всех любых возможностях он должен быть прям максимально максимально крутым. Ну, то есть, с одной стороны, да. Вот. Но нужно действительно учитывать, а что еще там есть. Опять же, сроки, бюджет, команда, ну, то есть, все, что вам дают. Вот. И есть такой пример интересный. Во время Второй мировой войны в Италии разработали один из самых крутых самолетов на период. По всем своим там характеристикам лета. Не помню, кто это был. Фиат, там, или нет. Опель, я не помню. Ну, в общем, самый, в общем, крутой технический самолет, который вот только мог быть. Вот прям здорово, классно. Немцы приехали анализировать, изучать, что же это такое за чудо. Вот. Но на вооружение его никто не взял. Почему так? Ведь он же такой классный. Почему от него в итоге отказались? Ну, проблема была в том, что за то время человека часов, ну, то есть, за то число человека часов, за которое строился этот самолет, немцы строили три Мессершмитта. Вот. И три Мессершмитта в воздухе. Это гораздо круче, чем самый крутой технологический самолет. И такая же история, там, с Т-34. И такая же история, на самом деле, много, где повторялось, что важно бывает не только фактическая меденавороченность или уровень, там, выделки чего-то. Вот. Хотя это, безусловно, важно. Но производство игр – это такая же конкурентная среда, это законы рынка, где есть сроки, где есть бюджеты и так далее. Поэтому, ну, то есть, арт должен всему этому соответствовать. Он не может опираться только на одну составляющую. Вот. Иначе, ну, опять же, индустрия знает массу примеров, когда приходит художник на проект, который вот такой, у которого токсичная установка на тему того, что каким должен быть арт, и он отказывается делать по-другому, и в итоге, например, прожирает просто весь бюджет. Делает крутой арт, проект закрывается, он кладет арт себе в портфель и идет дальше выжирать бюджет в другом месте, что не очень хорошо. Все так. Движемся дальше, да. Да, наверное, давай дальше. Я вот так все заполнил. В конечном итоге, все нужно сказать, ну, что дизайн, это помимо того, что решение проблемы, это визуальный язык общения с аудиторией, и неважно, какой проект, и какие у вас бюджеты, то есть этот язык остается языком. То есть мы как дизайнеры, все, что мы делаем, оно, не люблю это слово, оно потребляется, да, аудиторией. Оно производится с целью, да, типа, для аудитории, а не сам по себе какой-то арт-дизайн в вакууме, который вот, который крутой, надо любоваться. Да, в первую очередь, это решение задачи. Вот, но и, собственно, что у нас получается с вами? Если говорить о разнице подходов в арте между casual и triple M, то есть можно выделить, значит, что это в первую очередь сложность разработки и ее глубина, я тут имею в виду скорее такие параметры, опять же, как, типа, бюджеты, это команда, ну, то есть возможности, скорее, про организацию работы, то есть второй момент, это непосредственно сложность применяемого визуального языка, что, как мы выяснили, triple A проекты, они скорее блокбастерные, не на... недолгоиграющие, то есть вышел фильм Marvel, типа, его все посмотрели, да, там, порадовались, но он может быть, ну, то есть тот же, допустим, первые первые фильмы в этой вселенной, как ты думаешь, с точки зрения эффектов, они уже устарели или все еще держатся? Потому что последние фильмы как-то планку терять начинают? И, на мой взгляд... Ну, мне кажется, ситуация вокруг кемовселенной Marvel это вообще, как бы... Уникальные ситуации. Ну, отдельная, да, отдельная ситуация. как по мне, не знаю, тут может быть не самое лучшее сравнение, ну, то есть, мне кажется, первый железный человек будет смотреться всегда на ура, вот, потому что он снимался как... ну, в первую очередь как хорошая история, вот, и, собственно, как хорошее кино. То есть там нету... ну, опять же, при всех условностях, вот, естественно, я не сравниваю там его с чем-либо другим, там, с Кроссом Отцом или с такими фильмами, вот. Но, мне кажется, он особенно не устареет, как и, например, даже так, мы просто сейчас территорию вышли, если взять трилогию Джексона «Полустрельный колец», мне кажется, она тоже не устареет, ввиду того, что она снималась со стилизацией. Но стилизация там, понятное дело, не такая, которой мы привыкли, про которую мы привыкли говорить про... про геймдев. Вот. А там стилизация кадра идет. То есть там нету попытки создать фотореализм, там в кадре создают сказку. И понимая все ограничения графики, которые у них были, они как раз это искусно обходили с помощью разных визуальных эффектов. Винетирование, подсветочки, дымочки и так далее. И, собственно, мне кажется, что вот то, что на Хоббите уже скорее пошло во вред, это как раз избыток ресурсов. Вот. И мне кажется, что меньше стали пользоваться художественными приемами, больше пытались именно как бы бросить денег в монитор, не знаю, нет, в общем, больше решить детализацией. и мне кажется, что это не всегда на пользу. Ну, то есть, это как два подхода, супер-мега выдетализированная картинка с одинаковой степенью проработки везде или картинка со списанными областями, где выделено только главное, вот, где живописный подход используется. Вот первая трилогия Джексона, она вот такая, то есть, она с художественной точки зрения очень круто сделана. Ну, то есть, мне кажется, что, ну, опять же, там, я не знаю, почему Хоббит получился именно таким, как получился, только лишь за счет этого, потому что не Джексон его начинал делать, ему, и там, Дель Торо его начинал делать, потом Джексону передал, вот, поэтому фиг знает, почему оно такое произошло, но сейчас даже там по некоторым кадрам из Колец Власти, не знаю, то ли это недостаток там, после обработки, то ли чего-то еще, там, бывает, ну, как бы, оно выглядит более плоским или условно более пластиковым, чем с меньшими ресурсами, возможно, на единицу контента в том же, в том же властильном колеце. да, я именно по этой причине третьим пунктом выделил опыт команды, ну, мне показалось это важным, то есть слабая команда с огромными бюджетами, ну, большие бюджеты не помогут слабой команде сделать круто, а опытная команда в рамках ограниченности бюджета, мне кажется, ну, вытянет намного успешнее, ну, это на мой взгляд, может быть, это не совсем корректно. Ну, но как, в целом, в целом это правдивая, да, история, опыт команды безусловно будет решать. Ну, и что получается, собственно, наверное, надеюсь, у ребят девчонок как-то соревновалась плюс-минус, ну, если бы не было видения того, как все это работает, то есть, понятное дело, что можно зарываться в супер детали и начать разбирать там, конкретно концепты к фильму, сравнивать с концептами, там, допустим, casual, выделять, там, стилистика и работает форма, тут стилистики нет, важно много чего, ну, мне кажется, мы тут засядем надолго и, в принципе, цели такой не было. Вот. Ну, я бы, наверное, несколько вещей здесь привел бы все равно в качестве примера все-таки, да, относительно казуала и, ну, условного триплэя, под которым мы подразумеваем сейчас не блокбастеры, а скорее именно более реалистичные подэкшен игры. Вот, что, ну, не все так однозначно, то есть, да, в casual попасть проще, вот, потому что какие-то более простые проекты в casual начинаются раньше, вот, но если брать в качестве примера тот же спайр, вот, который, ну, стилизованный проект, ну, то есть, на самом деле он является абсолютно триплэйном в плане именно как блокбастер, если говорить про уровень художников, которые на нем работали, это не то, что, да, то есть, что одни художники, там, то есть, что есть шкала развития, где в какой-то момент художник должен обязательно от стилизации перейти в реализм, вот, потому что художники, которые работали над спайр, вероятно, ну, конкретные художники по индустрии гораздо более востребованные, чем значительная масса художников, которые рисуют в реализме, ну, для тех же, может быть, триплэйг, вот, но это, скорее, просто тезис про то, что, как бы, в любом направлении, ну, как бы, самые топовые специалисты, самые востребованные специалисты будут сверхвысокоуровневыми, у них вагон опыта, и они, ну, как бы, в своей сфере будут ничем не уступать художникам, из других сфер, из других направлений, это один момент, вот, а другой момент, это именно тоже про сложность, ну, так называемую сложность контента, который тоже не совсем, может быть, правомерно сравнивать рядышком, да, то есть, вот здесь есть скелет из Supercell, вот, и рядом с ним можно было бы поставить, не знаю, концепт из любой суперклассной, реалистичной игры, например, какие-нибудь концепты, персонажи, там, костюмов из Ghost of Tsushima, да, как их можно было бы сравнивать, потому что в концептах Ghost of Tsushima там куча деталей, ну, то есть, они реалистичны, они там вообще, вот, а здесь, как бы, такой мультяшный скелетик, но если знать объем ресурсов, вложенных в этого скелетика, ну, просто зная подходы к работе над контентом в Supercell, ну, то есть, это тоже, получается, AAA-игры, и они там с ювелирной точностью подходят ко всему, это может быть незаметно с первого взгляда, почему это может быть незаметно, потому что, ну, да, скажем так, минимальный, самый простой результат казуальной стилистики, даже в стилистике, вот если мы копаем в сторону Supercell, можно было бы получить условно, ну, не за час, но если мы делаем какую-нибудь болваночку в ZBrush, ну, окей, там, за пару часов можно было бы получить что-то, что выглядел бы там относительно похоже, вот, а если мы говорили бы про ту же самую модельку для Gods of Tsushima, да, за пару часов навряд ли мы бы сделали что-то похожее, там, скорее всего, не хватило бы этого времени, пришлось бы чуть побольше над этим возиться, вот, но на модельку на модельку от Supercell после того, как там получили базовый вариант, они ее еще полишили, вероятно, долго-долго-долго, поэтому, несмотря на то, что в абсолютных значениях, может быть, она и получилась дешевле, чем моделька для того же Gods of Tsushima, вот, но в сравнении, если пропорционально ее сравнивать, она может получиться дороже, вот, ну, это просто для контекста, что не все казуальные игры просто по умолчанию являются простыми, потому что на некоторые казуальные игры, на разработку и на полишинг тратятся тоже очень и очень большие ресурсы. Кстати, слушай, может быть, там вопросы какие-то есть по этой части? Ну, там на самом деле есть несколько вопросов, которые к нам прилетели, вот, я могу по порядку по ним пройтись. Первый вопрос, как концепт-художнику, будучи в геймдеве, предложить геймдизайнеру идею своей игры, чтобы работа шла по своей задумке, как его продавать? Я бы, наверное, сказал, что здесь не столько геймдизайнеру нужно предлагать, вот, ну, то есть, хотя вы можете начать чекать свою идею об геймдизайнера, вот, все-таки решение, скорее всего, за другими специалистами, скорее всего, за продюсером, ну, и вообще есть такой термин ЛПР, лицо, принимающее решение, в разных компаниях это разные люди, и в зависимости от масштаба компании, в общем, это тоже разные люди. Соответственно, идею нужно, вероятно, продавать куда-то туда, вот, а как ее, ну, как ее продать, это не вопрос, ну, вопрос, здесь две составляющие, есть отдельные вещи, там, как питчить, да, как, как готовить презентацию, и вот это вот все, да, как готовиться к этому, но второй большой вопрос, это идея должна быть валидной, это все равно, чтобы, ну, считайте, что это вопрос такой, как, предложить работодателю нанять вас, ну, как бы, вы можете предложить нанять работодателю вас, но решение все равно будет приниматься, исходя из качества вашего протфеля, то есть, исходя из того, насколько вы хороший специалист, поэтому здесь важно не только, как вы предлагаете, но и сама идея, если идея сырая, невалидная, и, ну, как бы, и в ней куча-куча пробелов, ну, как ее не предлагай, как не предлагай, довольно сложно будет ее протолкнуть дальше, то есть, вы должны понимать, ну, много составляющих, вы, конечно, можете прийти и сказать, что, ой, а давайте сделаем проект про, ну, про кого-то там, не знаю, про гномов, положим, сделаем проект про гномов, вам очень нравятся гномы, вы уверены, что, ну, то есть, вы сможете очень крутой арт создать про гномов, вот, но вас просят, окей, а какая экономическая модель будет в игре, а вы скажете, ой, а я не знаю, пускай это кто-нибудь другой придумает, потому что я не хочу думать о сложных вещах, я хочу рисовать, и чтобы мне нравилось, вот, поэтому с таким подходом вам тоже крайне тяжело будет вам эту идею продвинуть, вот, то есть, ну, потому что фактически в какой-то момент вас спросят, окей, а как мы зарплату тебе будем платить, ну, если ты будешь рисовать то, что ты хочешь рисовать, а как мы тебе зарплату будем платить, из чего мы будем ее платить, и вы скажете, ой, а я не знаю, вы сами как-нибудь решайте, я просто хочу рисовать то, что мне нравится, ну, тогда в такой ситуации вы не можете предлагать идей, вот, то есть, чтобы предлагать идеи, вы должны много всего понимать про проект, потому что фактически, давайте так, я по-другому поставлю вопрос, считайте, что это как питчинг для инвестора, то есть, вы предлагаете своему работодателю, если он у вас есть, вложить деньги в ваш проект, в надежде, что ваш проект окупится, вот, соответственно, вы должны в том числе работодателю обосновать, ну, вот такой вот проект, вот такие вот стадии производства, вот столько денег на него нужно вложить вот на этой стадии, вот тут мы его проверим и так далее, то есть, вы все это должны понимать, вот, так, ну, мне кажется, исчерпывающе ответил. Следующий вопрос, не знаю, Саша, если есть что добавить, прошу прощения, захватил эфир. да, ничего, мне кажется, да, ответ хороший. Ну, там, единственное, контекст не очень понятен, я вообще, значит, сначала подумал, что, то есть, если говорить просто, ну, ситуация на производстве, там, вам поступил, как художника, задача, а вы подумали, что вот, можете сделать что-то лучше, и хотите предложить это к геймдизайнерам, но я тут ничего нового не скажу, во-первых, очень от контекста важно, если ваше предложение в рамках, допустим, тех ограничений, которые есть с точки зрения геймдизайна, и они соответствуют ТЗшке, и вы, как бы, ну, у вас есть компетенция, опыт, и вы просто считаете, что, ну, вот решение, ваше предложенное, оно будет лучше, есть проблема просто с доказать это геймдизайнеру, ну, типа, одна ситуация, а может быть, у человека целый проект, и вот он ищет команду, и, типа, как продать его, ну, может быть, человек уточнит свой вопрос, ну, давай дальше, да. Так, тут был вопрос еще про слайды, но мне кажется, что, там, ну, блин, ребят, слайды просто, чтобы визуально совсем не скучно было, мы планировали просто больше разговорные занятия. Да, поэтому следующий вопрос, что отличает стилизацию от попытки в реализм, бывает же разная градация реализма в концепте, из-за нехватки чего персонаж будет выглядеть устаревшим. мне кажется, тут можно совсем закопаться и прийти к тому, что любая попытка в реализм на бумаге, она будет в какой-то степени стилизацией, потому что реализм не скопируешь, ну, если так, прям уж совсем в философию вдаваться. Ну, тут, не знаю, тут скорее вопрос не в том, что концепт будет выглядеть устаревшим, потому что если концепт нарисован... Не, не концепт, тут, понимаете, концепт это не финальный продукт, понимаете? По концепту будет работать 3D-художник, он сделает модельку по вашему концепту, у него свои ограничения, он не сможет сделать полную копию вашего концепта. У 3D-моделлера есть ограничения по полигонажу, да, есть ограничения на текстуринг, ну, опять же, типа, возможности проекта, там, в каком движке вы работаете, может быть, у вас Unity, да, и, например, или там, Unreal 5, то есть, по-разному, разные требования будут к карту. Тут скорее нужно воспринимать арт не как буквально вот концепт, который нарисовали, а скорее как конечный продукт, вот некая моделька в игре, там, допустим, с 5000 полигонами и хендпейн-текстурой, там, то есть, скорее всего, ну, то есть, вспомните Лару Крофт, да, там, к первому Tomb Raider'у, наверняка концепт к ней рисовали не треугольную тетеньку, да, там, с треугольной грудью и квадратной попой, наверняка там была вполне себе около реалистичная, ну, с некой степень стилизации женщина, да, там, в шортах, с подсумками, с рюкзачком, но финальный продукт, это вот низкополигональная Лару Крофт, типа, потому что требования, то есть, ну, больше не было возможности сделать, и вот спустя сколько-то лет сейчас мы это смотрим и говорим, да, типа, это устарело, и yes, ну, то есть, тут от этого зависит, то есть, устаревает не именно концепт арт, не рисунок, нет, устаревает, ну, типа, финальный продукт, это очень важно, концепт арт не финальный продукт, если мы не говорим о том, что его там задача, ну, тогда это промо-материал уже, как таковой концептуальный дизайн, это скорее околоначальная точка производства, потом будут моделлеры, художники по визуальным эффектам, аниматоры, которые это заанимируют, текстурщики, которые это затекстурят, вот. Ну да, ну, тут для сравнения, знаете, что можно взять? Можно взять какие-нибудь, вот, кто вспомнит какой-нибудь фильм с компьютерной графикой, причем, ну да, фильмы были разные, тоже делались по-разному, но, например, взять фильм какой-нибудь Марс атакует, да, вот, графика компьютерная в этом фильме, насколько реалистично она смотрится по нынешним меркам, вот, и взять мультик Аладдин, насколько он визуально устарел, хотя, понятное дело, что сейчас тенденция мода на то, чтобы делать больше в 3D, вот, хотя, благодаря Клаусу хочется верить, что 2D тоже вернется, но вот, насколько устарел визуально мультик Аладдин, вот, и это, слушай, да что Аладдин, там, типа, старый диснеевский, еще старше, можно взять, ну, то есть, чуть ли не первые мультики про Микки Мауса, они достоинно смотрятся, ну, Капхед вышел недавно, кто играл, он же как раз по стилистике вот этой, типа, старой анимации, старой школы, да, то есть, смотрится бодро достаточно, ну, и, кстати, в этом плане он, ну, очень такой, монументальный по разработке, ввиду того, что, как раз вот здесь в угоду стилистики, да, да, очень, отрисовка всех этих анимаций, ну, ну, это другой вопрос, да, дорого, но, типа, смотрится, ни разу не устаревшим, то есть, как и Аладдин, как и Микки Маус, но в то же время фильмы, там, из 90-х какие-нибудь, ну, ты, Вань, перевел Mars Ataquit, у меня в голове вертится фильм какой-то там с роботами, я не вспомню его, Капитан Пауэр, по-моему, где эти роботы были буквально, типа, такие, блэкауты из пары десятков полигонов серых, ну, типа, сейчас смотрится, даже, мягко говоря, наивно, тогда это, типа, о, нифига себе, там, в 3D что-то двигается, ну, да, так, следующий вопрос, подскажите, а вообще реально попасть в Allcat Juno, или туда только миглы синиеры требуются, Реально, понимаете, никто не смотрит, вот то, что вы там, Jun, Middle, или профессионал, смотрят на ваш портфель, то есть, есть требования к рту, определенные, типа, нужно, чтобы человек умел делать вот это, если вы придете, скажете, а я вот это могу делать, вы знаете, я всего лишь один год рисую, но я вот гений, вам никто не скажет, что, типа, о, товарищ, ну, извини, ты вот синер, иди-ка поработай, вот, чтобы у тебя там в лирке дыне стажику понакапало, вот мы тогда тебя возьмем, нет, ну, то есть, ключевое в этой истории это, типа, ваши возможности как концепт художника, ну, то есть, условно, можете удовлетворить, там, допустим, текущее требование по арту, как бы, неважно, кто вы там, Джун, синер, там, два года у вас опыта, или десять лет, возможно, здесь, мне кажется, что, возможно, здесь контекст вопроса скорее именно про, не столько про опыт, а сколько про текущий уровень навыков. А, реально ли найти работу для Джуна? Да, где под Джуниером, наверное, подразумевается обычно по индустрии художник, который, условно, может только предметики рисовать. Слушай, я другими задачами еще не сталкивался. Боюсь огорчать, но в нашей специфике я думаю, что вряд ли. Вот. У нас команда небольшая, то есть может быть, да, как фрилансер. То есть опять же, при условии удовлетворения типа наших требований. Но опять же, как правило, наши художники, они не рисуют отдельно предметики, они рисуют сразу локацию. И потом рисуют типа к ней дополнительно предметики. То есть нам с точки зрения производства. и у нас, например, есть художник, который занимается пропсами, но важно понимать, человек, он и рисует, и потом буквально сразу делает в 3D, чтобы их потом проще было делать. то есть вот поэтому чисто теоретически. смотрите, сложно опять же. Опять же, на какой спектр задач человек заточен? Хочет он там на персонажа или окружение? Или он просто типа ой, у меня мало опыта, можно к вам что-нибудь поделать? Ответ возможно, можно, если вы нам подойдете на таком уровне. То есть у нас есть некий лист задач, который, ну, скажем так, условно, да, там, создать шлемы, там, нарисовать концепты сапог. Ну, типа так, какая-то РПГшка, там много всего разного добра будет, какие-то оружия поконцептить. Может быть, да. Но опять же, тут важно понимать еще одну очень важную штуку, типа вашу вовлеченность во вселенную. То есть не очень выгодно нанимать человека, а потом ему еще очень долго объяснять и погружать во вселенную. То есть здесь возможно работа должна быть рентабельной. Да, да. может быть вы мега шарите там в Архамере например Томджо и очень там глубоко понимаете лор, специфику, там увлекаетесь миниатюрами, но не очень хорошо рисуете, да. И может быть там это совершенно не помешает там придумывать вам оружие для вселенной Вархамера. То есть типа круто. Бывали ситуации, когда там например очень скилловый художник, классно рисует, но не попадает, как бы не старайся. И тут возникает ситуация, когда не очень рентабельно взаимодействовать в таком формате. То есть приходится очень долго рассказывать, править. И в этой ситуации мне кажется гораздо выгоднее нанять человека, который шарит во вселенной, но может быть чуть похуже рисует. на выходе получается эффективнее. Типа дешевле и то есть ну дать фидбэк на техническую часть не так сложно, как сидеть и объяснять почему вот во вселенной почему вот у этого оружия здесь типа орел с одним глазом, а другой закрытый, а почему вот здесь а вот на этом оружии типа черепа от которого отходит 8 стрел. Типа и что это имперское оружие, а вот это оружие хаоса, ну то есть вот это не очень круто, то есть хотелось бы, чтобы кандидаты, то есть вы можете попробовать нам написать, безусловно, но мне кажется такой проходной чек для вас самих это то, насколько вы вовлечены в ваху, ну то есть о клево, я там играл в Dawn of War, здорово, но мне кажется гораздо эффективнее это когда есть понимание ну более глубокое. но как я всегда говорил попытка не пытка никто вас не побьет если вы вдруг напишете и что-то предложите. там есть еще вопросик, но прежде чем мы к ним перейдем я бы хотел наверное сделать небольшой анонс если вдруг кто не в курсе или даже может быть даже парочку анонсов сделать. Смотрите, у нас с Сашей будет еще одна трансляция на которой мы будем производить разбор ваших портфелей. в первую очередь или даже в единственную очередь портфелей где представлен концепт-арт персонажей, где представлен дизайн персонажей. Дату этого этой трансляции мы объявим позднее и место куда собственно прислать можно будет ссылочки на свои портфели и информацию о себе. То есть если вы готовы будете в этом разборе поучаствовать мы все это дело опубликуем позднее поэтому если что следите за новостями разбор будет жестким без поглаживаний социальных без купюр без купюр а скорее то как как смотря как как я смотрю портфель когда отбираю художников ну ладно что-то мы очень страшно это представили на самом деле да типа не жестко но откровенно без розовых облачков я только извините добавлю просто от себя пожалуйста очень важно для того чтобы адекватно оценить ваш портфель важно понимать что вы хотите куда и ну вот это что куда куда зачем да то есть условно там я хочу работать над дьявлой 4 и мне присылают портфель где там фэнтезиовые рисунки в стиле my little pony ну типа тут очень странно в общем да поясняйте типа для чего этот ваш портфель куда вы в конечном итоге хотите и там там да вот это очень поможет адекватности оценки да то есть всю необходимую информацию относительно разбора мы опубликуем чуть позднее следите за новостями вот а еще я бы хотел тоже такой информацией поделиться то что у нас на самом деле анонсирован спецнабор по концептору персонажей в общем называется он профессия концептору персонажей на который сейчас идет набор ссылочку на него я уже скинул в чатик вот но я ее продублирую на всякий пожарный мало ли вот можете перейти по ссылочке и заполнить анкетку кому кому интересно опять же немножко немножко информации про сам этот спецнабор потому что мы не так много информации давали наружу я думаю что мы о нем еще поговорим на последующих трансляциях но если очень коротко это будет очень интенсивное обучение которое нужно выделять от 15 часов в неделю лучше 20 часов в неделю и больше сейчас например на штуке у нас ребята по 40 часов в неделю выделяют времени вот у вас уже должны быть представлены персонажи в портфолио и собственно попадание или не попадание вас на этот набор будет зависеть от наличия этих персонажей и собственно от их качества и вообще от того какой у вас изначальный уровень потому что это не обучение с нуля совсем-совсем не обучение с нуля а фокус будет именно на дизайне и на решении на решении задач кстати еще один момент который мы во всей этой презентации немножко упустили ну то есть он как-то у нас потерялся то что на самом деле для вашего уровня важно не столько количество вещей которые вы нарисовали хотя оно определенно очень важно вот но наверняка вы все слышали да что 10 тысяч часов в практике это все очень замечательно но очень важно насколько насколько эта практика была качественной так вот поэтому важно не просто абстрактное число контента единственный контент который вы нарисовали а важно важен объем задач которые которые вы решили поэтому художник который решал много задач вероятно окажется гораздо более опытным чем художник который больше рисовал но решал меньше задач вот что еще стоит знать про этот раз про этот набор то что на нем точно так же будут кино и сессии проходить как и на штуке и на нем также будут приглашенные гости и разного рода дополнительный контент потому что мы будем стараться сделать наиболее иммерсивное обучение то есть такое же плотное как собственно сейчас ребята на профессии игровой художник проходят так спрашиваешь портфолио должны быть персонажи тогда придется рисовать для разбора концерта момент сразу как с присланием персонажей на разбор который будет скоро это отдельная история то есть по вашему желанию может быть вы стесняетесь и не хотите ничего присылать можно прислать вот но для подачи заявки на спецнабор однозначно нужно будет анкету заполнить и на все вопросы ответить вот у вас вопросы по стоимости я видел несколько стоимость данного набора 100 тысяч рублей вот количество мест всего 10 всего 10 мест на этот набор и нужно определенное количество заявок получили я думаю что на следующей неделе в начале следующей недели ближе к концу следующей недели мы части ребят постучимся в личку с информации о том что они прошли отбор соответственно я думаю что в концу следующей недели количество мест будет уже сильно меньше то есть в целом у нас достаточно ребят сейчас чтобы в принципе могли просто сейчас закрыть набор но отбор в группу будет строгим и будет напрямую зависит от уровня портфеля поэтому если вдруг прилетят еще заявки с более крутыми портфелями вот то мы пока будем придерживать небольшое количество мест чтобы этим ребятам тоже хватило да ребят смотрите эта штука явно не массовая то есть в первую очередь она нацелена на тех кто ну очень серьезно настроен то есть кто хочет либо попасть гендер определился либо кто уже может быть гендер на каком-то начальном этапе то есть это такое не не быстрое путешествие она долгое интенсивное и ну осилит не каждый поэтому тут лучше ну первый селф чек это типа насколько вы серьезно настроены развиваться и долбиться в это направление ну то есть еще наверное может быть мало немаловажная информация по поводу спецнабора это то что разборы будет вести непосредственно саша куфанов вот соответственно занятия по большей части будут происходить с ним также я буду регулярно мелькать в эфире и ну вероятно также мы с сашей проведем собеседование всех ребят кого кого отберем чтобы чтобы люди понимали где они оказались в процессе не возникло недопонимания мы будем стараться тоже чтобы было побольше всяких приколюх типа доп лекции от ведущих специалистов в индустрии на разные темы там приглашенные гости и прочее давай я не сболтнул лишнего ну как мы лишнего не сболтнул мы всегда стараемся сделать больше чем отвечали вот поэтому стараемся лишнего не в чем в чем отличие от курса под концепт-арту персонажей про спец спецнабор будет базироваться на материале двух курсов референсы и концепт-арт персонажей про разница будет наверное в первую очередь в уровне погружения и в объеме контакта с преподавателем я боюсь что украду сейчас довольно много времени на объяснение потому что мы довольно много раньше рассказывали про разницу штуки и и других курсов лекционный материал от которых входит туда да смотрите ваня я тебя извини перебью немножко так типа и подход к обучению тоже чуть изменится то есть то есть то что зависит от преподавателя ну то есть например если на обычном про есть задания которые ну типа прописаны в курсе в лекции и студенты их выполняют то здесь скорее всего задания будут модифицированы и может быть где-то даже чуть изменены в сторону усложненного материала где-то скорее всего я буду рассказывать еще на разборах какой-то дополнительный материал хотя я обычно везде это делаю вот то есть откровенно говоря это не просто компиляция типа вот референсов плюс про и типа все тоже самое нет мой подход меняется то есть хочется больше вовлеченности со своей стороны и со стороны студентов поэтому родилась такая типа версия усложненного углубленного курса про в первую очередь я подчеркиваю усложненный и углубленный для подготовки его буквально типа на чуть ли не рабочих задачах то есть нам быть задачи максимально приближенные к тому что там от вас будут требовать на производстве они скажем так такие усредненные как он просто вы рисовали для себя в том числе да да то есть я себе придумал рыцаря сейчас я его сделаю потом мы разберем нет задание выдам я и вы будете делать то что вам преподаватель сказал условно то есть это сложнее но это с точки зрения ну как бы приближение к рабочим задачам она намного эффективнее но еще один такой момент то что данное обучение продлится до конца года вот стартует она конце августа собственно коммуникации у нас прекращаться не будет то есть это будет идти как один единый курс ну и собственно как но те ребята которые что кубка ходили в целом в курсе что формат довольно живой вот поэтому по необходимости контент дорабатывается информация добавляется собственно разбирается все то что всплывает на повестке что штука но по другому направлению так можно сказать ну да ну в целом в целом да вот под какую под какую стилистику будет курс будет ли фото баш и все вручную я думаю что фото баш будет вот упора на одну конкретную стилистику здесь мы не делаем потому что все будет зависеть от да то есть хотелось бы чтобы то есть не создавать комфортных условий то есть человек пришел у него хорошо с фото башен и вот он все фото башит на мой взгляд гораздо правильнее выталкиваете зона комфорта поэтому задания я думаю будут разные то есть будут и на фото баш и на лайн-арт и заливками ну технически разнообразной короче без подробностей вот этих без фокусов на чем-то одном но все равно в конечном итоге я бы подчеркнул что важен результат а не то как он ну за счет чего он достигнут то есть тут важно скорее на задание смотреть если задача типа создания концепта к проекту допустим в стиле каком блатборна то наверно да фото баш а если что-то более стилизованное не очень подойдет в общем будем стараться чтобы было разнообразно в то же время не скучно но и не легко вот собственно бы эту информацию мы дали поэтому ждем ваших заявок вот опять же я думаю что показательный пример даже так показательно лакмусовая бумажка будет при подаче заявки но просто вот при заполнении анкеты да собственно как как и со штукой когда мы говорили что на штуку обычно получают приглашение те ребята у которых есть шансы за семь месяцев подтянуть свои навыки до устройства и входа в индустрию то есть соответственно если нет то нет это просто даже если вы не собираетесь на курс идти это интересно лакмусовая бумажка просто чтобы проверить себя вот так и тут я думаю что наиболее наиболее интересным будет как раз тем ребятам кто непосредственно хочет заниматься дизайном персонажей кто хочет в этом чего-то достигнуть лакмусовой бумажкой будет в том числе прошли вы отбор то есть это будет показывать насколько вы уже далеко в этот в этом направлении продвинулись или вам нужно еще каким-то другим вещам уделить внимание вот а так тут есть на самом деле еще вопрос такой давай давай войне потом вернемся аж к тебе что что натолкнуло тебя начать создавать концепты о механизмах про твой портфель да и собственно про то это можно рассуждать долго я не могу ответить однозначно на этот вопрос исторические вселенские ситуации сложилась таким образом что по какой-то причине с детства мне нравилось копаться в механизмах может быть этим послужил этим толчком послужило то что летом когда гостил у бабушки был гараж где там дяди деда всякие приколюхи лежали типа моторы велосипеды мопеды чтобы периодически мне не было скучно я типа заходил в гараж и копался что-то разбирал собирал пытался починить возможно а я уверен точно это и повлияло при формировании меня как текущей личности и повлияло на ну таким образом на ее творчество что во первых мне механизмы ну на мой взгляд достаточно легко даются мне не сложно скажем так мне не сложно придумать функциональный механизм мне не сложно прикрутить функционал к чему-то уже созданному и поэтому это таким образом отражается в моем творчестве но второй ответ скажем так какое-то время назад я провел ну такой самоанализ типа в попытках понять ну про что я ведь каждому художнику есть же какая-то близкая тема вот типа что его прет ну в общем выяснилось что мне очень интересно рисовать что-то механистическое на данном этапе моего развития и я не знаю что будет дальше но вот вот так надеюсь я ответил на самом деле это ну то есть понять про что вы помогает ваш бэк то есть не вы не сели типа такие а что же мне нравится рисовать наверное ворков а может быть гоблинцев нет то есть ответ будет лежать не в этой плоскости ответ будет лежать в вашем бэкграунде попробуйте вспомнить какие фильмы мультфильмы игры на протяжении своей прожитой жизни вам нравились может быть вы тяготели к фэнтези и вам нравятся властелин колец эльфы в лосинках луки злобные орки с пятачками или может быть вам всегда больше нравилось смотреть сайфайные фильмы и играть в сайфайные игры начните с этого поймите и ваше такое приключение во внутреннего себя и через какое-то время я абсолютно уверен что каждый приблизится к пониманию что же ему истинно нравится делать вот я просто был на определенном этапе и мне все говорили а что тебе привод а что тебе нравится а я не мог ответить и поэтому я начал рисовать все подряд пробовать типа в надежде что-то найти но потом мне показали истинный путь да таков путь да да вот это такой краткий ответ почему механизмы ну вот вот так смотри я думаю да тут можно переходить к заключительной части у нас там приготовлен некоторая практическая часть не знаю может быть есть смысл к ней сразу перейти может быть есть смысл затронуть вещи ну то что мы по плану да вещи которым можно научиться сразу и вещи которым вы сразу не научитесь как не старайтесь то есть то что будет получаться не сразу и то что отличает ну скажем так профессионала от новичка да Ваня правильно говорю ну в целом да не знаю напоследок просто можно привести такой пример что очень часто студенты приходя на какой-то курс пытаются сразу да даже что там не на курс а вот часто студенты попадают в такую ситуацию когда они приходят на курсы там экстремального вождения но пытаются сразу выполнять как бы читать во время того когда они читают учебник по экстремальному вождению пытаются сразу выполнять высшие пируэты там приемы этого этого же вождения или выполнять фигуры высшего пилотажа на вертолете пока читают к нему инструкции все-таки в начале идет приобретение какого-то навыка а потом создание а потом идет виртуозное владение этим навыком и создание выдающихся результатов вот одновременно делать и то и другое обычно у людей не очень-то получается вот и ну зачастую эффективность обучения многие ребята снижают сами для себя снижая свою концентрацию на на обучении и увлекаясь тем что они хотят создать что-то офигенное то есть они есть такой психологический эффект когда люди просто приходят поиграть вот да добавлю лишь то что я на самом деле студентам своим обычно рассказываю что есть вещи которые к сожалению для нас всех тренируются только через практику и через практику длительную а иногда целенаправленную практику то есть многие наверняка из вас уже слышали там про злополучную визуальную библиотеку которую все призывают качать развивать даже курсы посвящены этому но это все действительно так потому что нельзя просто так взять и типа насмотреться насмотренность она ну приходит со временем чем больше вы просмотрели тем больше у вас в голове отложилось типа процесс работает таким образом это первая часть а вторая часть это более приземленные навыки такие как композиция создание гармонии в композиции или более возвышенные как эстетика и вкус но они более абстрактные но они действительно присутствуют потому что если вы попробуете мне кажется хороший пример попросить студента нарисовать допустим рыцаря в шлеме с мечом то есть казалось бы что проще и попросить нарисовать профессионала то есть отличие ну вы увидите отличие потому что профессионал студент он скорее будет сфокусирован на непосредственно деталях то есть вот надо нарисовать там человека возможно там листичного постараться вот ему надеть шлем в то же время профессионал он будет скорее сосредоточен на том как сделать это выразительно то есть наилучшим образом с точки зрения эстетики визуальной вот и это те вещи которые качаются долго и но про которые забывать не стоит и очень важно подпитываться старыми мастерами потому что если сесть в черную комнату и надступом рисовать даже нет гарантии что через 10 тысяч рисунков вы вдруг вас осенит и вы станете создавать гениальные эстетические выразительные работы скорее всего нет хотя не знаю может быть да я не пробовал эксперимент такой своеобразный вот я бы еще наверное добавил такой небольшой совет про визуальную библиотеку и про то что нужно повышать насмотренность вот это вот все я бы добавил такой маленький лайфхак что смотреть нужно не только глазами но и руками в плане если вы что ну когда вы на что-то смотрите если вы делаете какие-то стадики или если вы используете это в работе вы запоминаете это на совершенно ином уровне и как бы и это совершенно другой вес нейронных связей вот ну сюда можно еще добавить создание определенных эмоций настроя ну это уже такая вышка про которую на самом деле можно отдельно даже говорить но давайте там отвлечемся от этого и вернемся непосредственно к нашей теме типа чем же отличается ну то есть производство арта там для более сложных проектов от более простых мне кажется нам я надеюсь удалось как-то сформировать чуть-чуть маломальское понимание этого но чтобы это как-то закрепить ну или показать на примере я подготовил пару артов с нашего проекта все арты были опубликованы в нашем комьюнити типа на фейсбуке кому интересно может туда заглянуть там их больше и хотел бы немножко приоткрыть завесу того как мы это делали то есть какая ставилась задача какие задачи какие проблемы мы решали по ходу производства понятное дело к сожалению я не смогу рассказать всего потому что часть будет спойлерами часть будет эндашкой и самое главное к сожалению я не смогу показать концептов чтобы вы не думали что художник сел и вот просто там сел рисовать и через неделю выдал вот это нет то есть было очень много итераций было много скетчей на каждую работу вот жаль но к сожалению показать я вам это не могу как бы не хотелось вот но что могу я вам расскажу вот у меня заготовлено две локации три локации пардон концепты на непосредственно рок-трейдера в трех вариациях но я про общий подход расскажу вот я еще думал портрет запихнуть но на самом деле понял что лучше сфокусироваться на концептах потому что там уже больше иллюстративной задачи решались ну что давайте начнем кстати Вань ты если что или может быть от ребят и девчонок будут прилетать какие-то вопросы по картинкам и если вопросы не выходят за рамках дозвольного я с радостью на них буду отвечать то есть дозвольного в плане то что мне можно сказать потому что то что я сейчас буду рассказывать я это согласовал сами понимаете штука такая давай тогда рассказывать то что запланировало но если вопросы будут задавайте если смогу ответить отвечу если нет я так и скажу первая локация это завод механикуса то есть одна из локаций посвящена этой тематике и нашей задачей в первую очередь было показать производственные помещения то есть первое они должны были отличаться от других имперских локаций ну то есть те кто знаком с вахой они понимают что стилистика вахи особенно типа имперская стилистика она вертится вокруг некоторых составляющих то есть это сплетение готических готических религиозных и имперских мотивов то есть графика готики она проходит через форму образования религиозные мотивы вплетаются туда же опять же через графику но больше через уже детали опять же готические храмы да вот вам религиозный мотив а имперскость это ну опять же недалеко шагает от готики стремление ввысь помпезность пафос ну и добавляем сюда немножко налетов момента моря типа черепочки кости культ мертвых то есть вот в таком сплетении то есть ну понятно что это не все да что относится касается стилистики Вархаммера но в таком сплетении рождаются имперские строения то есть это огромные храмы будь то например дворец губернатора или имперский город или подулей да то есть типа хайф сити они все построены по ну почти по одному же принципу но со своими особенностями и здесь мы может быть надо было их рядом поставить ну я к вот этому концепту вернусь тут мы типа про это продолжим вот то есть задача была создать атмосферу то есть в первую очередь то что вы видите это называется атмосферный скетч то есть это не то как буквально будет выглядеть уровень это некий конструктор который содержит в себе ну во первых атмосферу локации решение по дизайну конкретному решение по цветам ну как бы цветовые решения тональные решения решение на какие-то детали на которые уже будут опираться ну опять же как уже говорилось да раньше концепт это не финальная точка производства собственно это некая штука которая поможет гейм-дизайнерам и левел-дизайнерам и художникам по окружению типа создать финальную локацию то есть это скорее штука в помощь глядя на нее у левел дизайнеров есть свой лей-аут то есть да есть подходы где мы берем готовый лей-аут и его уже обрисовываем такие концепты у нас тоже есть но конкретно вот эти три концепта которые сготовил это именно как мы называем атмосферные скетчики то есть эта штука чья макро задача решать атмосферу настроения локации путем как глобальных решений так и микрорешений вот и в первую очередь нам хотелось передать ощущение буквально кузни такой где все дышит жаром где внизу лава потому что она поднимается от центра планеты используется выплавки где есть какие-то производственные цепочки на которых сервиторы собирают какие-то части где также имеют место поклонения но не буквально храмы у нас это не скажем так области с кокетаторами то есть еще одна из особенностей вселенной вархаммера если кто не знает это культ технологий технологии как религия эта штука работает ну потому что в ней живет священный дух и надо его надо ему молиться его умасливать типа поливать священными маслами и крепить на печати частоты чтобы дух машины не разгневался не перестал не дай бог работать как и работает вообще никто не знает типа и как закручивать гайки есть типа инструкция надо прочитать три раза молитву провернуть ее два раза по часовой стрелке потом спеть летание провести обкуривание этим типа кадилом и еще раз провернуть тогда болтик завинтится и будет держаться долго-долго ну мы в это верим вот такая особенность вот и да вот извините я с мысль немного сбился собственно также одна из задач которая решается атмосфериком это так как я уже сказал это конструктор то дальше ребята и девчонки будут разрезать его на части что им будет помогать его текстурить то есть например какие стены бывают да там какие паттерны мы можем с этого использовать да то есть как отделить визуально стену от пола да там на полу плитка на стене большая плитка может быть какой-то керамид может быть какой-то бетон да какие источники освещения мы можем использовать помимо там да есть глобальный источник освещения но не все локации например у нас в этом сеттинге будут открытые может быть все будут закрытые как мы еще можем освещать типа есть дополнительные источники освещения для того чтобы создать контраст цветовой да они другого цвета они синие возможно зеленые чтобы чтобы типа отбивать общую картину то есть а что будет если у нас закрытое помещение да ну закрытое помещение у нас скорее всего возможно будет стоять помимо там допустим свечек которые слабый источник освещения и лампочка которая средняя у нас могут стоять типа энергетические генераторы которые будут давать опять же синий отцвет типа отлично хорошо будет отбиваться также в атмосферике мы старались показать переходы высот то есть нам это очень важно то есть чтобы была была вертикальная глубина нам очень важно показать провалы то есть то что уходит внутрь локации или может быть типа вообще за ее предел если это открытое пространство уточнение небольшое такой концепт рисуется вначале и потом рисуются все отдельные элементы для большей детализации или перед этим концептом много отдельного всего рисуется и потом уже собирается какой-то общий дизайн нет тут принцип старый и всем знакомый от общего к частному сначала рисовался вот этот большой концепт пока мы не скажем да клево геймдизайнерам нравится отвечает их задумки левел дизайнер нравится отвечает их задумки самое главное то что он отвечает ТЗ то что написали ребята из нарративного дела потому что важно понимать что вот это сесть и рисовать мы ну типа никто не посадил художника сказал слушай вот надо завод короче думай нет было было ТЗ было была писательная часть типа что там что ребята планируют показать что они хотят увидеть на локации типа какую атмосферу мы хотим получить мы уже создаем поэтому атмосферик типа дальше левел дизайнеры разбирают его и это помогает им создавать блок ауты а когда дело доходит до художников по окружению скорее всего там уже будут до заказа типа смотрите у вас клевая комната да непонятно что вот здесь не нарисуйте к пропсик или например да у нас здесь очень много труп типа а давайте нарисуем ну то есть пару типа вариаций труп какие вообще могут быть ну или вот тут кусочек затесался буквально кусок стены вот этого вот этого помещения потому что пришли ребят сказать слушайте а вот что стена как она будет тайлиться нарисуйте тайлик ну типа мы нарисовали на самом деле тут еще было больше сносок их уже не опубликовали поэтому у меня их нету было много референсов и на материалы и на атмосферу и на характер зоны вот также в общем это такая знаете как вот как если взять нас мы как мореплаватели то вот это наша типа путеводная звезда мы типа она нам нравится и мы такие да хотим двигаться в сторону возможно на нашей локации никогда не будет вот такой геометрии у нас никогда не будет там вот здесь входа мы вот так никогда не будем бегать все наши локации будут другие но мы точно будем знать что все наши локации в этом сеттинге должны быть объединены такой атмосферой а уже и мы также типа будем понимать что локация состоит из тех элементов которые здесь уже есть то есть возможно атмосферик покажется где-то перегруженным возможно даже сильно перегруженным но важно понимать что это сделано целенаправленно потому что чем больше мы сможем поместить в атмосферик тем больше мы потом из него сможем вытянуть то есть у него задача такая если мы нарисовали картинку а потом к ней еще надо будет 100500 пояснялок типа а вот непонятно это вот непонятно то а что если ситуация будет такая вот чтобы этого избежать мы стараемся делать более трудоемкие атмосферики зато потом в производстве нам легче вот прием да я тут да вот ну собственно здесь также много задач мне возможно какие-то вылетел из головы то есть это зонирование то есть например зритель не должен скучать пока бежит по локации да то есть ему нужно рассказывать какую-то историю то есть грубо говоря через экран что-то должно происходить тут чан разлился тут сервитор взбесился всех покромсал лужи крови то есть микроистория да там здесь типа сборочная сборочный цепь взорвался и типа из него вырвалась магма теперь она растекает и типа сервиторы пытаются это починить и плавятся постоянно в магме то есть типа другая история все это подчинено огромной макроистории типа жива живой завод механикус да где типа происходит действие где все все работает и что не останавливается вот как-то так здесь локация здесь опять же тоже атмосферная штука и некоторые решения они были скажем так разобраны на разные типы куски локаций в этом сеттинге но общую атмосферу которую мы пытались поймать это райские джунгли с неким налетом такое знаете типа блин слово забыл декаденс то есть короче как вы можете заметить здесь есть тельдарские руины то есть возможно у этой планеты ну я так намекаю да какая более сложная история чем есть сейчас и игроку да предстоит это выяснить и не без причины здесь также стоит типа имперское сооружение типа имперское сооружение которое стоит на эльдарских руинах может быть это и не руины вовсе может быть здесь эльдары обитают да непонятно но я вам не расскажу потому что это будут спойлеры но в общем мы хотели поймать флёр знаете это одна из самых локаций красивых локаций в игре должно быть да то есть поэтому мы смотрели на ну понятное дело на реальные джунгли мы вдохновлялись какими-то фантастическими проектами аватаром в том числе нам было важно показать такой райский уголок в в этой мрачной типа вселенной где типа нет надежды да условно на будущее вот и опять же важным элементом было показать эльдарские руины то есть что они были но вот они типа развалились и вот этот веб-вей он не спроста типа вандемарка локации то есть это одна из важных один из важных элементов вот ну были еще непонятно концепты тоже атмосферные их там всего три было в разных апостасях что-то более детальнее более более из камеры вот глядя назад ну они были давно сделаны мы сейчас понимаем что могли бы зафокуситься в атмосферике чуть больше и еще бы выиграли если бы рисовали больше ну типа с видом из камеры то есть приближенным вот либо делить вот эту картинку на кадры и смотреть чтобы в каждом кадре что-то было интересное но опять опять же возможно это не очень оправданно потому что это некая равная точка то есть опять же ребята смотрят и вдохновляются у нас есть уже более поздние концепты окружения где мы уже привязывались к блок-аутам где мы получали от того дизайнеров кубики и уже рисовали по этой геометрии где мы учитывали камеру игры да то есть и уже было легче распределять точки внимания зоны какие-то ландмаркеры вставлять то есть вот два подхода да то есть концепт атмосферный как некая точка вдохновения либо типа концепт как буквально типа руководство к действию вот здесь например это атмосферный концепт мостика корабля вот в итоге в итоге кстати в трейлере мелькал кусочек вот но все равно не финальный много много чего поменялось но в базисе типа он нам настолько понравился что мы даже геометрию то есть позаимствовали отсюда то есть он и по геометрии и структуре очень похож на то что вы увидите в игре если будете играть вот ну и собственно здесь возвращаясь к имперским конструкциям опять же готика но в в архаммере корабли они как летающие храмы то есть это некая помесь храма и подводной лодки времен первой мировой то есть представьте готический храм который пронизан трубами механизмами люками и нам было важно поймать вот эту атмосферу типа корабля и передать потому что на самом деле если в миниатюрках по игре нет никакого дефицита их очень много можно вдохновляться можно переносить то на самом деле с окружением несколько сложнее ну то есть официального террейна очень мало то есть по там какие-то кусочки генераторы кусочки механизмов то есть найти официальный арт как выглядит корабль изнутри ну это невозможно то есть можно по крупицам собирать собственно то что мы и делали предварительно там по кодексам по рулбукам с запросами в games workshop то есть и уже на этом вдохновляться подключать сюда наш фанатизм и любовь к вселенной вархаммера и ее понимание и вот рождать собственно некую единицу контента если можно так выразиться вот может быть по окружению есть какие-то вопросы ну там вопросы относительно того что должен ли художник работать с Unreal Engine или Unity чтобы рисовать подвид из камеры вот и чтобы лучше поднимать задачу ну мой опыт говорит мне о том что обычно то есть и опыт предыдущих работ и текущей не обязательно то есть если возникнет необходимость нарисовать концепт с видом из камеры скорее всего вам придут ну шаты грейбоксов то есть то что левел дизайнеры построили уровень и ну то есть вам это придут и скажут вот надо это обрисовать то есть очень очень редко я честно говоря с таким не сталкивался чтобы так было чтобы заставляли художника типа вот бери открывай unity там или unreal engine летай по там левел дизайнерским конструктам выбирай нужный ракурс и типа обрисовывай его ну обычно ракурсы выбирают то есть тут несколько подходов могу я ракурс выбрать и отдать художнику типа мне кажется так типа красиво но я обычно прошу ну я к этому отношусь несколько с практической точки зрения то есть я прошу левел дизайнеров сфотографировать наиболее сложные и наиболее потенциально информативные участки локации то есть типа чтобы как можно больше захватить чтобы захватить в кадр сложные места а это мы уже будем обрисовывать возможно из камеры типа будет разворачиваться не самая удачная композиция на уровень с точки зрения кадра но зато он будет информативен и помогать ребятам доделывать локацию вот надеюсь я ответил поэтому да вам не обязательно крутить это все в движке если вы линейный исполнитель скорее всего вам это все подготовят ну а если вам скажут типа с фоткой сам мне кажется это будет говорить просто о том что вам доверяют ну то есть если вам не доверяют вам не скажут типа фоткой сам и делай ну либо уникальная ситуация работодатель просто не понимает как это происходит мне кажется это не наш случай вот очень важно было показать что это рубка что это часть огромного корабля да именно поэтому здесь огромные витражи именно поэтому в этих витражах мы видим там нос нашего корабля да можно заметить как есть трон для руктрейдера ну кстати забавный факт я сейчас покажу одну картинку из которой которая одна из единиц официального рта просто и по которой мы собирали буквально из которой мы воспроизводили то есть вот буквально можно сказать что вот из этой картинки которая не открывается вот она это картинка с официального рулбука блин какое-нибудь хорошее открытие из интернет извините интернет тупит но вы можете погуглить роктрейдер арт вот типа роктрейдер его команда на мостике из вот этой картинки вы даже не представляете мы типа столько много высосали типа и применили какие материалы в рубке какая графика используется типа поручни ага смотрите здесь типа как готические витражи а еще черепа мы даже в fx отсюда вытащили типа смотрите типа есть экранчики а какого они цвета да они с градиентом а какая инфографика на них типа видно там или нет типа а как роктрейдер одета как одеты его компаньоны а как заклепки идут по этой локации типа смотрите там есть еще трубы там дофига труб трубы даже вот здесь типа идут а какой декор да у этого в этой конструкции типа как идут поручни как все это крепится то есть мы то есть ввиду отсутствия большого количества референсов референсов материалов мы эту картинку просто декомпозировали до пикселей она нам помогла нарисовать и портреты и концепты по окружению и в какой-то степени даже и кей-арт то есть вот к вопросу об анализе да то есть казалось бы илюстражка да столько информации можно из него вытянуть в том числе по дизайну персонажей пардон собственно вот и заключительная часть это собственно наши рок-трейдеры с разными бэкграундами то есть кто такой рок-трейдеры во вселенной Вархаммера это некий капитан типа большого флота или судна который получил патент мне кажется тут типа прямая параллель с каперскими патентами и в целом периодом типа мореплавателей и открытий только аналогия в том что мы в космосе в коронус экспансия типа это некий полуизведанный сектор и вольный торговец используется империей как такие типа разведчики ну и вольный торговец может там сдвинуться в сторону пиратства или типа больше военизированным быть там воевать с ксеносами кто-то с ними торгует кто-то исследует кто-то ворует и грабит курваны кто-то плетет интриги то есть огромное огромный простор для творчества на самом деле вот и здесь представлены три рок-трейдера вот как ты Вань хочешь попробовать угадать какой бэк за каждым движется то есть смысл в том что рок-трейдерам не рождаются это человек который прожил жизнь каким-то образом но в какой-то промежуток времени ему охренеть как повезло у него умер родственник или каким-то другим образом ему достался этот патент подписанный там каплей крови самого императора и вот он типа стал рок-трейдером у него изменился социальный статус у него изменились его материальное положение и вот он теперь выполняет другие функции то есть все рок-трейдеры они типа не родились такими они кем-то были в прошлой жизни вот как ты думаешь давай поиграем попробуешь угадать кем были эти ребята я наверное в общих чертах могу ну да как положить да но левый выглядит самым таким андеграундным соответственно что-то и потенциально и подпольное и наверное связанное с контрабандой разбоем чем-то таким да ты прав это рок-трейдер с багграундом криминал да ну тут масса вещей на самом деле в нем мне кажется в эту сторону указывается там и собственно и татухи и шрамы не знаю подобного характера вот второй больше милитари вояка то есть он самый такой мне кажется типа как это всех всех разбомбить да это комиссар это самый первый рок-трейдер мы очень долго его итерировали то есть важно было показать что человек был комиссаром и во вселенной есть четкие элементы которые присущи комиссаром то есть вы не можете от них отказаться и как один из элемент например это вот красный шарф вокруг пояса то есть вы не можете взять персонажа и повязать ему красный шарф вокруг пояса нет типа комиссара ходит с красным шарфом вокруг пояса условно так же как красный черный вот в этом плане тут нам геймсфоркшом очень помогает ну как айпи держатели и создатели этой вселенной вот там на самом деле очень много всяких всяких интересных скрытых правил вот да это типа комиссар военный чувак да ну и соответственно последний выглядит как аристократ ну то есть он про военный вот но больше такой управленец дипломат возможно но то есть не знаю количества медалей все равно наверное указывает на боевые заслуги вот но такой генерал да да это рок-трейдер с бэкграундом империал нэви то есть это ну то есть у империи есть армии у этой армии есть флот и типа этим флотом командуют типа командиры и вот он типа был бывший командующий имперским ну космическим флотом то есть он действительно не не участвовал непосредственно в бою то есть не как комиссар да там со шрамами а этот чувак реально управляет флотом управлял и то есть на его ветеранистость да указывают какие-то элементы плюс по цветовому коду и по элементам сюда заложено собственно дизайн одежды империал нэви я кстати сейчас попробую показать V40K вот вот такие ребята ну они правда очень драфтовые есть более imperial navy капитан может быть вот да вот что-то вот такое то есть вот это типа imperial navy типа флотоводцы флотоводцы это уже по-моему тоже то есть у них очень типа четкий цветовой код синий белый вот и нам было важно блин простите его сохранить его сохранить потому что ну рок-трейдер если посмотреть по корзинкам сам по себе рок-трейдер это чувак намного пафоснее чем просто вот то что я вам показываю то есть там много колец какая-то вычурная одежда то есть каждый рок-трейдер он прям такой личность прям возьмем например кого там я янус драйг вот и по задумке ну то есть они такие очень экстравагантные парни мы у нас были итерации когда мы рисовали их очень богатыми сразу но вот опять же геймдизайн ограничения мы решили что это плохой подход потому что отрезает нам пути для апгрейда то есть условно игрок растет у него растут уровни на него надеваются шмотки и он как бы нам не нужно рисовать крутого рок-трейдера потому что игрок сам станет тем рок-трейдером и будет выглядеть так как он хочет захочет ли он на себя надеть кольца или шубу из ксензверья или он оденет на себя кожаный плащ а может быть он глаз вставит какой-нибудь имплант или вообще руки-ноги заменит кто знает а может может быть наоборот оденется максимально вычурно как возможно и мы поняли что эту задачу не нужно решать это нужно оставить игроку он сам решит каким рок-трейдером быть мы же ему дадим базис то есть начальный костюм броня какие-то элементы это все будет уже одеваться поверх потому что изначально мы прям у нас были скетчи там супер пафосные мужики там в плащах в шубах с какими-то ксено воротниками из ксено зверя мы потом поняли ну типа окей но это то как будет выглядеть наш рок-трейдер примерно уровне на 20 типа он же должен меняться если он будет от такой стадии меняться он превратится в новогоднюю елку поэтому мы решили откатиться и больше приземлить их к их бэкграундам вот и дать это как типа глины игроку глину да на которой из которой он уже будет долепливать своего рок-трейдера путем своего экспириенса что он найдет что там какую одежду он найдет типа какие решения он примет которые там останутся визуально на его персонажи и вот таким образом игрок ассоциирует себя с этим трейдером сможет станет станет типа кем он видит себя кем кем захочет вот друзья такие пирожки быстрый вопрос который несколько раз задавался сколько времени уходит или дается на вот на персонажа и соответственно на атмосфере как смотрите атмосферик не меньше недели точно то есть там было понятно что в зависимости от скиллов опять же но работа трудоемкая это не пара дней то есть там недели минимум в среднем наверное две с персонажами чуть попроще но так как вот именно рок-трейдеры это самые трудоемкие по дизайну персонажи потому что очень много мы выдумываем ну потому что есть некие рок-трейдеры в игре то есть во вселенной у них есть даже фигурки но у нас нет задачи типа дать игроку играть за существующих рок-трейдеров мы придумаем своих поэтому говорить про этих парней ну на поиске где-то выделялось около недели и потом до финала уже там ну тоже где-то дня 3-4 то есть для них еще каждого там вид сзади сделан там без плаща дизайн да там чтобы моделерам было понятно какие-то элементы типа там что у него на наплечниках да вот у криминал отворота очень большие мы типа дорисовывали а что там за этими за подворотами чтобы моделерам было понятно что делать вот так что да я думаю здесь тоже недели две но если говорить про рядового персонажа то там уже сроки поменьше ну дней 5 но важно учитывать такой момент ребята как фидбэк то есть очень много иногда приходится проходить итерации то есть вот здесь то есть если то есть нельзя сказать что вот я сел и нарисовал вот этого чувака за две недели там было очень много итераций обсуждений из этих двух недель может быть дня чисто дня два они просто проходили в обсуждениях типа куда двигаться типа селективном отборе вариантов и вот этого всего то есть художник не сел и через две недели выдал вам классный результат нет это две недели взаимодействия художника директора креативного продюсера нарративного дизайнера еще кого-то из команды в обсуждениях в фидбэках приплюсуйте еще сюда что это типа IP она в собственности и мы должны еще ну как бы опрувить это у них вот то есть может еще там не понравится оттуда фидбэк прилетит поэтому на самом деле все может растягиваться то есть вот комиссара нет не комиссара по-моему и того и того наверное на месяц растягивалось то есть суммарно если брать точку когда задача началась и когда он такие о кайфец прям шикардос по-моему даже месяц прошел но это не значит что художник сидел месяц и у него ничего не получалось нет типа художник молодец очень быстро все типа делал время еще затрагивалось на фидбэке общения мне кажется это важно к нам Женя пришел в чат Женя приходи к нам в гости на спецнабор концептарта персонажей что-нибудь интересное рассказать привет Женя приходи давай ждем на самом деле много мне кажется наших общих знакомых было в чатике вот я хочу кстати зовем на спецнабор вот заходите быть мы рады видеть да там может быть индустрию что-то рассказать захочется студентам мало ли я очень надеюсь то что то мы что сегодня болтали было интересно послушать и может быть даже познавательно но надеюсь что ни один человек не уснул вот мы старались да я думаю что да будем потихоньку завершаться вот потихоньку я имею ввиду оперативно у нас на самом деле довольно много всяких вопросов еще осталось вот ребят давайте так поступим что вот вопросы которые относительно спецнабора вас волнуют если 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 хотите можете ко мне в личку с ними прибегать вот я буду стараться отвечать вот либо можете просто заполнить анкету вот если ваш уровень подойдет то так или иначе в какой-то момент я к вам в личку постучусь и вы сможете все все уточняющие вопросы в том числе задать ну то есть заполнение анкеты не кусается и ни к чему не обязывает если что будет ли повтор набора ну пока пока ничего не загадываем потому что курс длительный вот продлится до конца года будем посмотреть вот как обычно что-то что-то задать вот а собственно относительно всех вопросов которые там по проекту ну касались проекта по Вархаммеру я думаю что там ну либо Саше написать либо приходите на следующие трансляции потому что Саша занятый да смотрите вот очень я на самом деле люблю отвечать на вопросы и не хотелось бы там оставлять людей с ними приберегите их на следующий стрим пожалуйста он будет ну типа он будет достаточно скоро я уверен мне так кажется то есть так что то есть я смогу ответить там вот главное не забудьте их написать вот да ну и будем собственно ждать вас на следующей трансляции вот все все анонсы постараемся в ближайшее время опубликовать вот поэтому приходите в гости будем вам рады вот и пишите в личку задавайте вопросы вот а на этом тогда будем завершаться Саша спасибо что пришел было классно было офигенно вот и спасибо спасибо что пригласили и хотелось бы зрителей зрителям сказать спасибо что пришли и слушали то есть это тоже немаловажно понимать что то что ты делаешь кому-то интересно и важно это ну типа основной мотиватор на самом деле так что спасибо что пришли спасибо что послушали и спасибо за ваши вопросы ждем вас снова и постараемся чтобы следующий стрим тоже был интересным по слову познавательным поговорим про портфель я попробую рассказать какие-то свои мысли как лучше подходить и ну там какую какую стратегию для какой задачи лучше выбрать про формирование портфеля вот да всем спасибо и тогда будем заканчивать да будем заканчивать все всем спасибо всем пока пока пока